Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо, что вы подключились к моей лекции сегодня. И я вам расскажу немного о периоде хронологически, казалось бы, коротком. С периода Первой мировой войны до 1920 года, до победы Латвии в борьбе за независимость. Но этот период очень насыщен историческими событиями, богатыми историческими событиями. Менялись политические режимы, менялись оккупационные власти. И, пожалуйста, не будьте очень критически, если не все вопросы я сумею осветить. В прошлый раз, когда я ввел также лекцию из еврейского общества, я начал с цифр. И когда я пришел в прошлый раз на лекцию, я встретил Гиту Мановскую, исполнительного директора еврейской общины. И я спросил, сколько сейчас евреев в Латвии? И оказалось, что на этот вопрос ответить не так просто. Очевидно, да можно встретить даже разные цифры, но в целом Гита сказала, что примерно 10 тысяч. Вот с этой небольшой цифры, по-моему, печально небольшой цифры, я и хочу начать наш рассказ. 125 лет тому назад, в 897 году, в царской России прошло первое перепись населения. Первое, но очень хорошо организованное и в целом очень достоверное. И эта перепись населения дала цифру. На территории Латвии 7,4% жителей были евреев. 142 тысячи 315 евреев. Большое число. 142 тысячи. Мы не знаем, сколько евреев точно было на 1914 год. На тот год, с которого я начну сегодняшний мой рассказ. То есть периода начала Первой веромой войны. Перепись населения не было больше до 1914 года. И можно встретить даже очень высокие цифры. Я видно, так что ты имей в виду, пожалуйста. Все нормально, спасибо. И мы точно так не можем сказать, сколько на 1914 год на территории Латвии было евреев. Самое максимальное число, что мы можем встретить, даже 190 тысяч. Но, скажем, покойный уже даугопилский исследователь, очень корректный исследователь Борис Волкович однажды дал цифру 179 тысяч. Так что к 1914 году у нас жило примерно 170-180 тысяч евреев. И Даугопилс тогда, именно Даугопилс, а не Рига, был самый большой центр еврейства. Примерно 55 тысяч евреев жило в Даугопилсе. И что интересно, что в 1914 году, в июне 1914 года, выдающийся, может быть, даже великий еврейский писатель Шолом Алейхом посетил именно Даугопилс. И в Даугопилсе он был очень принят, очень гостеприимно. В Даугопилсе евреи жили легально. То есть Даугопилс находился в черта оседлости. В Риге в это время было примерно 33 тысячи евреев. Официально Рига не была черта оседлости. И надо отметить, что я бы хотел, чтобы вы очень запомнили, друзья, что часть евреев не была приписана к Риге. Тогда употреблялось такое выражение «приписка». То есть они могли быть приписаны, скажем, к Белостоку, к Полоцку, к Витебску, а может быть, даже глубже к Белоруссии. То есть они официально как бы жили в Риге нелегально, но они жили, работали и довольно долгое уже время. Этот вопрос мы должны с вами запомнить, потому что в 1919 году, когда уже независимая Латвия примет закон о гражданстве, надо будет доказать, что вы жили в Риге на 1 августа 2014 года легально. То есть вы были приписаны к Риге. И надо сказать, что не всем евреям это удастся в 1919 году, и поэтому некоторые евреи будут считать, что латвийский закон о подданстве 2019 года – антисемитский закон. По-моему, это сильное преувеличение. Но, конечно, надо будет доказать, как же вы в Риге жили на 1 августа 2014 года. Безусловно, и вы это все хорошо знаете, друзья, жизнь евреев накануне Первой мировой войны была очень красочная, было многообразие различных организаций, культурных, были политические партии, началось движение сионизма. Но никогда не забудем одну вещь. За примерно 150 лет того времени, когда Россия обрела евреев в результате первого передела Польши 1972 года, Россия издала примерно 150 законов уложений, положений, наказаний, указаний, русский язык в этом смысле очень богат, примерно 150 разных документов, которые ограничивали жизнь евреев. То есть, как бы ни была эта жизнь богата накануне Первой мировой войны, она имела огромные ограничительные рамки. Первое и самое большое ограничение, вы, конечно, это знаете, была черта оседлости. Черта оседлости была только 4% западных территорий, 4% западной территории России. Но более 5 миллионов евреев жили скучно на этой узкой территории. И, как я уже вам плохо говорил, может быть, вы уже жили в Риге, но были приписаны к черте оседлости и в своем роде были нелегалом. Это было самое одиозное нарушение, ну, в каком-то мере, можно сказать, уже прав человека. То второе, что я хотел бы напомнить из этой огромной плеяды 150 разных законов, это было ограничение процентной нормы поступления в вузах. В некоторые вузы евреев уже вообще не принимали. А в вузах, в центральных вузах Москвы, Петербурга, была очень низкая процентная норма. То есть, евреи должны были попасть в эту процентную норму, чтобы стать студентами. То есть, вот это я бы хотел, чтобы вы запомнили этот момент. Но несмотря на это, несмотря на то, что евреи притеснялись, несмотря на то, что в 1913 году было скандальное дело прелеса кровавого налета, когда началась Первая мировая война, большинство российского еврейства, я бы сказал, может быть, не 100%, но очень большое большинство, встало на позиции защиты Отечества. И если мы посмотрим прения депутатов в Думе, а у евреев было только три депутата в Государственной Думе, что тоже свидетельствует о их ограничении, то Фридман, депутат от кадетской партии, выступил с полностью таким первноподданическим заявлением, что евреи, несмотря на то, что они имеют юридические ограничения, евреи поддерживают Россию в ее справедливой борьбе. 400 тысяч, а иногда я встречал даже в литературе цифру 500 тысяч евреев, вступило в российскую армию. Были многочисленные случаи добровольцев, были даже случаи совершенно странные. Евреи возвращались из эмиграции в Западной Европе, чтобы вступить в царскую армию, то есть в армию, в которой был очень силен антисемитизм. В Риге евреи создали сразу же, по началу войны, госпиталь, то есть госпиталь, в котором на еврейское финансирование, конечно, уличили не только евреев. В Лепа, в Даре Ньюэла, был создан другой госпиталь. Но никакой благодарности со стороны царской России евреи не заслужили. В царской России оплотом антисемитизма было высшее военное командование. В первую очередь главнокомандующий в то время, великий князь Николай Николаевич, очень слабый, кстати, генерал, который не ознаменовался собой ни одной победой в войне, и начальник генерального штаба генерал Янушкевич. Они считали, что евреи нелояльны царской России и огольно обвиняли евреев в пользу шпионажа, в пользу шпионажа, в пользу Германии. Я недавно в одном очень солидном российском издании журнала «Вопросы истории», который считается одним из наиболее солидных журналов, нашел странную статью. Некто, доцент Зверев, начальник кафедры в Омском высшей милициональной школе, написал статью, которая в целом странна. Статья, которая во мне, она напомнила о аргументации Николая Николаевича Янушкевича. Он писал в этой статье, которая была опубликована в 2020 году, что часть еврейства шпионила в пользу России, в пользу Германии. Часть еврейства шпионила в пользу Германии. Меня заинтересовала эта фраза «часть еврейства». То есть, если мы имеем в виду, что в России было 5 миллионов евреев, а в варшавском генерал-губернаторстве, которое он специально рассматривает, жило сотни тысяч евреев, то какая же эта большая часть шпионила? И я насчитал в его статье ровно 10 имен. 10 имен, что особенно интересно, что часть из них, когда они были направлены в суд, были все-таки оправданы. То есть, несмотря на то, и я еще раз подчеркиваю эту мысль на то, что абсолютное большинство евреев было явно царской России, и случаи шпионажа в пользу Германии были активно единичными, и по сравнению с числом российского еврейства микроскопическими, уже в начале 1915 года 80 тысяч евреев были выселены из варшавской губернии. Они были выселены из варшавского генерал-губернаторства с обвинением в пользу шпионажа в пользу Германии. И это выселение было насильственное, это выселение было такое, в результате которого было очень сильное насилие против еврейского населения. Новый период в отношении царской России к своим еврейским гражданам начался в апреле-мая 1915 года. Это очень тяжелый период для России. В апреле 1915 года Германии и австро-венгерские войска перешли в большое наступление, знаменитый прорыв при Горлице, и начался великое отступление. То есть великое отступление, которое длилось до августа-сентября 1915 года, в результате которого была потеряна Варшава, был потерян Вильмис, был потерян Ковно, и в результате немецкие войска подошли чуть ли к Риге. В этот период, обвиняя евреев в массовой нелояльности, в массовом шпионаже в пользу Германии, царская Россия перешла фактически к этнической чистке. Это была массовая этническая чистка, которая задела сотни тысяч евреев, сотни тысяч евреев. И в чистке применялись такие методы, как транспортировка через железные дороги, решение высших военных властей. И внутри этого второго периода, когда фактически началась этническая чистка, внутри этого периода находится также депортация евреев из Курзова. 24-25 апреля 1915 года военные власти, военные власти царской России, приняли решение, огульно обвиняя евреев в Курзове в симпатии немцев и в шпионаже, хотя тут ни один случай шпионажа, я не говорю о десяти, даже ни один случай шпионажа не был применен. Евреи Курзове были выселены, и они должны были покинуть Курзове. Правда, надо учитывать, что германские войска уже успели оккупировать Кулдыгу и Лепая, и эти города не были затронуты этой депортацией. Цифры разные даются. Я вообще сторонник таких умеренных цифр, но самая меньшая цифра, которую я нашел в литературе, это 25 тысяч евреев в Курзове было депортировано, а может быть даже 30 тысяч. Иногда случаи были даже анекдотические. Скажем, в Энспилсе было только пять зубных врачей, и все пять зубных врачей были евреи, и все были депортированы. То есть можно сказать, что если в Энспилчане имели проблему с зубами уже в 15-м году, то это по вине решения о депортации. И надо сказать, что эти евреи из Курзове, они сначала направлялись в Ригу, а потом они направлялись на Украину. И вот один очень важный момент. Хотя это было насильное выселение части своих граждан, этническая чистка, с другой стороны, результат этой этнической чистки был совершенно неожидан для самой царской России. Черта оседлости рухнула. Сотни тысяч евреев из Польши, из Литвы, из Курляндии были депортированы в Глуб России и в Украине. И там они, в свою очередь, потом разъехались по другим местам. Поколение евреев мечтало о ликвидации черты оседлости. Никто из них, конечно, не думал, что черта оседлости рухнет в результате таких криминальных решений, как депортация целой группы населения. Но, тем не менее, таков был результат. Если евреи оказались где-то в глубине Украины, то это во многом было результаты депортации. Но что важно подчеркнуть, те, кто были депортированы по обвинению в шпионаже или в симпатии Германии, они получали статус выселенца, выселенец, выселенец. Это очень важно запомнить. Они не получали статус беженца. Это очень важный момент, который я бы хотел попросить вас обратить внимание. Беженцы, кто бы вы ни были, евреи, латыши, все беженцы получали помощь от царского государства. И не будем думать так, что царская Россия оставила беженцам абсолютно без помощи. Пока у царской России были деньги, царская Россия помогала своим беженцам. То есть беженцы получали помощь от государства. Какую помощь – это другой вопрос. Выселенец, так как он был выселен в результате огульного обвинения в шпионаж, выселенец такой материальной помощи от государства не получал. Он должен был заботиться сам о себе и полагаться на поддержку своих еврейских друзей-соотечественников. И надо сказать, и это очень важно, что с первых же моментов евреи помогали друг другу очень серьезно. В Риге был создан комитет помощи. Рига не была в черте, от которой вы должны были выселены евреи. Рига не была в Куляндии. Рига была лифлянская губерния. Но Рижский комитет помощи помогал кулянским евреям. Тогда, когда они были высваны сначала в Ригу. То есть в Риге им оказывалась материальная помощь, в Риге им оказывалась помощь довольствиям, если необходима помощь медицинская. И вот этот Рижский комитет помощи я бы хотел, чтобы вы запомнили, друзья. Из этого комитета помощи вышло в будущем довольно известное число еврейских знаменитых политических деятелей. Я напомню только двух. Один политик, другой будет раввин. Первый, который я бы хотел, чтобы мы запомнили, это Пау Минц. Пау Минц. Вот если вы будете в еврейском общине в Риге, то не забудьте, что в общине есть прекрасная выставка, посвящена Пау Минцу. Я еще раз вам много раз буду говорить о Пауле Минце. Это крайне солидная, выдающаяся фигура. Они были из Даугопилса. Большая семья братьев. Все очень образованы. Мы знаем также его брата Владимира Минца, одного из самых знаменитых хирургов, очень талантливого хирурга, который совершил первую операцию на сердце в Латвии в 1938 году. Вот Пау Минц, он юрист, он закончил Тартовский университет, был знаменит как деятель образования, то есть он способствовал развитию еврейского образования. И в годы Первой мировой войны в этом Рижском комитете помощи началась его политическая карьера в своем роде. Карьера, которая будет в независимой Латвии. К сожалению, он будет депортирован советскими властями в 1941 году и погибнет в Сибири. 19 раввинов были высланы из Курляндии. 19 раввинов, и то есть они по дороге прошли в Ригу, и в Риге они встретили очень сердечную помощь. В Риге Мендельзак. Я когда шел сегодня на лекцию, посмотрел имя Мендельзака. Здесь упомянуло также фуалей еврейского общества. Он в будущем будет награжден Орденом Трех Звезд. Мендельзак был выдающийся раввин. Он будет главным раввином Риги в течение более 25-26 лет. До 1941 года он погибнет в Холокосте. Мендельзак организовывал помощь для раввинов, которые были высланы из Курляндии. Что очень интересно, что когда я думал о том, как евреи помогают друг другу, и помогали они очень серьезно, я нашел одну статью молодого агронома. В то время он еще не был известен как политик. Это был Карлис Улманис. Улманис вернулся в 1913 году из Америки, из эмиграции, он вернулся в 1913 году и стал очень активным в периодике. И Улманис пишет, мы латыши должны учиться у евреев, как евреи помогают своим беженцам и депортированным. Это было, хочу еще раз напомнить, это была высылка курлянского еврейства. Но высылка евреев, сотни тысяч евреев из Польши, из Литвы, из Курляндии, она вызвала недовольство в очень широких слоях в России. Это было решение военных. И даже Горемикин, который был премьер-министр царской России, гражданское лицо, даже Иван Горемикин считал, что нельзя наказывать за единичное преступление, скажем, может быть, один еврей мог быть шпионит в пользу Германии, наказывать целый народ, наказывать народ высокой. С протестами выступили союзники России, союзники России. Россия воевала в союзе с Антантой, это была Антанта, в союзе с Францией и Англией. Англия и Франция выступила против огольного массового выселения евреев. И поэтому в конце мая 15-го года царская Россия перешла на другую политику. Политику не массовой высылки, а политику взятия заложников. То есть евреи должны были давать заложников. А если кто-то из евреев шпионил, если находился в какой-то шпион, то заложника можно было осудить даже на смертную казнь. Среди еврейств разгорелась горячая дискуссия. Были люди, которые говорили, что это абсолютно недостойно нас. Это порочит нас давать заложников, когда никто из нас не шпионил. Но заложники были даны. И я хочу особенно подчеркнуть, что Паул Минц был один из этих заложников. В России в целом, наверное, были случаи, когда даже некоторые заложники либо осуждены на смерть на территории Латвии, таких случаев мы не знаем. Значит, до сих пор я говорил о веселенцах. Но были евреи-беженцы. Евреи-беженцы. То есть евреи, которые так же, как латыши, поддались такому натиску некоторой истерии, что вот придут немцы, придут немцы, натворят здесь какой-то ужас. Образ немца был демонизирован. И мы знаем, друзья, немцы натворили ужасные дела в Бельгии. Но пропаганда Антанты, пропаганда России демонизировала образ немца, что придет немец, будут какие-то страшные репрессии. И десятки тысяч евреев в Латвии добровольно, не как веселенцы, пошли в беженцев. Может быть, даже в целом около ста тысяч евреев, веселенцев и беженцев покинуло Латвию. Хотя от Германии им ничто не угрожало. Погрома в Германии не было. Процессов кровевого навета в Германии не было. Так что Германия в целом, а я имею в виду кайзеровская Германия, и гитлеровская Германия, была по отношению к евреям гораздо более дружественна, чем царская Россия. Среди тех, кто покинули Латвию, я хочу напомнить только две семьи. Потому что благодаря, в какой-то мере это странный исторический парадокс, благодаря тому, что они покинули Латвию, они позже приобрели такую большую известность, которую, может быть, они бы оставшись в Латвии не получили. Это была семья Исаия Берлина, будущего крупного международного масштаба философа и историка идей. Они жили в Риге, очень солидная культурная семья, жила на улице Алберта. Они покинули Ригу, пошли в Петроград, потом в 20-м году вернулись в Латвию, но опять уехали. И потом уже в Англии Исаия стал философом и сэром. Может быть, если бы он остался в Латвии, он бы и не стал таким знаменитым философом. Вторая семья из моей родной Резекне, в то время она называлась Резекне, это семья Юрия Тынянова. Тынянов был врач, очень знаменитый, очень солидный, очень Носон Тынянов, врач Фресекне, и до сих пор Фресекне в центре их кирпичный, красного кирпича солидный дом. И несмотря на то, что врачу Носону Тынянову ничто не угрожало от германской оккупации, они решили Латвию покинуть. В их семье рос молодой человек Юрий Тынянов, который позже в Советской России, правда, его жизнь была очень коротка, он умер в возрасте 40-ка немного лет, стал очень знаменитым литературоведом. Мой друг Лазарь Флельхман, которого я невероятно высоко ценю из Стэнфорда, считает, что работы Юрия Тынянова по Пушкину одни из лучших, которые вообще написаны в истории литературоведения. Он был кинокритик, он был кинотеоретик. И, конечно, если бы семья Тынянова осталась в Латвии, то, с одной стороны, вы бы имели семью хорошего доктора, но, с другой стороны, может быть, масштабы Латвии и не дали бы Юрию Тынянову возможности стать знаменитым литературоведом, теоретиком, кино и киносценаристом. Еще раз хочу напомнить друзьям, что примерно 100 тысяч евреев в Латвии покинуло Латвию, либо как выселенцы, либо как беженцы. И надо сказать, что ни одна историческая община Латвии, ни одна этническая община Латвии не потерпела такого большого сокращения. Никогда в Латвии больше не будет так много евреев. В 25-м году, 10 лет после 15-го года, в Латвии будет 95 тысяч евреев. То есть почти 70-80 тысяч евреев покинуло Латвию навсегда. И это, конечно, очень жаль. Особенно пострадали маленькие курианские городки, города, в которых евреи жили уже с периода курианского герцогства. И оттуда они были выселены, как выселенцы, или, может быть, некоторые уже убежали, как беженцы. И вот такая очень, по-моему, печальная цифра Кандова. Маленький прекрасный городок. Сейчас там восстановлено здание синагоги. И в 14-м году в Кандове тысяча евреев. А теперь посмотрим, если мы возьмем очень ценную книгу Миши Меллера о местах латвийских евреев, то мы узнаем, что в 20-м году в Кандове 44 еврея. Только 44 еврея. Целый мир был потерян. Еще раз хочу напомнить вам, друзья, один очень важный момент. Вот эта большая трагедия, война, выселенцы, беженцы, она в значительной мере сплотила латвийское еврейство и выдвинула из него рядов несколько лидеров, которые такими будут все прежние 20-е годы, 20 лет. Я хочу напомнить двух. Они очень отличались по уровню образования, по уровню своей светской культуры, даже по уровню того, что они носили на голове, котелок или цилиндр. Первый – это был Мардыхай Нурок. Мардыхай Нурок представлял очень известную, хорошо образованную, интеллигентную семью елгарских равидов. Он был доктор наук, и он был представитель религиозного сионизма, мисрахи, рассвета религиозного сионизма. В годы Первой мировой войны началась его карьера в масштабах всей России. Он жил в Петрограде, он жил в Москве, он стал крупным лидером этих еврейских центров. После Первой мировой войны, я о нем еще несколько раз скажу, он будет крупный деятель в масштабе Латвии, международного масштаба. Несколько иной образ был Мардыхай Дубин. Дубин не был так образован, как Мардыхай Нурок. Дубин родился в 889 году, но надо сказать, что интересно, что место его рождения иногда указывается два города, Двинск и Рига. По-моему, он родился в Риге. Дубин не был выдающий образован. Очевидно, его образование было более еврейское традиционное. Он не был доктор наук и носил цилиндр в будущем. Но Дубин представлял то, что в еврействе называется штадлан, то есть человек, который защищает интересы еврейства перед властью. Адвокат, лоббист. То есть интересы каждого еврея он был готов защищать. И я, при интересе, мне прочитал, что уже в 15 лет он начал свою общественную деятельность. В Латвии, наверное, не будет второго человека, который и так заботился о интересах каждого еврейства. В будущем, в 20-е годы будут даже анекдоты, что каждый человек мог прийти в Ригу, в Берго-Базар, где он молился, он был хасид, в хасидской молебне. И даже если ваши родственники были левые и, может быть, даже коммунисты, но если он мог, он защищал каждого еврея. Может быть, такой личности, такой личности второй в истории Латвии защитника. Каждого еврейства нет. В то время многие говорили, что период штадланут, период таких еврейских адвокатов перед государством прошел. Но уж это период, когда евреи не имели, скажем, политических прав, не имели партии, не евреи, организации. Но Дубин доказал, что штадланут может существовать даже в демократической стране. Хотя, конечно, очень многим он не нравился левым. Он был религиозный, конечно. Я потом скажу, что он был один из создателей партии Агудат-Изруэль, то есть партии, которая считала, что жизнь адвокатских евреев должна быть основана на нашей религии. Как с антисемитизмом? Я бы хотел, чтобы вы запомнили, что есть такой американский историк Эрик Лор, один из выдающихся специалистов, может быть, самый выдающийся специалист по истории депортации еврейства и других народов в 15-16 году. Лор в одной из своей работе пишет, что в 15-м году якобы готовился погром в Риге. И что все-таки царские власти этот погром не допустили. Но надо сказать, что насколько я знаю архив, я никогда не слышал о каких-то попытках погрома в Риге в 15-м году. В целом отношение латышей к евреям, которые были либо выселенцы, либо беженцы, было хорошее. Я не хочу их идеализировать, и это было бы совершенно необоснованно. Но о погроме в Риге я никогда ничего не слышал, и, может быть, это только слухи. Следующий период, о котором я хотел вам немножко рассказать, это февральская революция евреев, февральская революция в России евреев. И тут я за основу для такого, как сказать, идейной основы для своей лекции, я беру замечательную книгу в двух домах, правда, очень толстую. Это «Солженицын. 200 лет вместе». Друзья, прочитайте эту книгу. Она стоит. Правда, о ней были разные точки зрения, другие считали, что он антисемит. Это неправда. Солженицын не был антисемитом. И он не писал ничего антисемитского. То, что если ему не нравились еврейские коммунисты, или то, что русский город Гатчино переименовали в Троцк, то это было бы странно, если бы русскому человеку нравилось, что Гатчино называется Троцк. Я думаю, это каждому ясно. «Февральская революция», – писал Солженицын, – «был рождена русскими руками и русским безумием». «Февральская революция рождена русскими руками и русским безумием». Далее Солженицын пишет. «Правда, с этой интеллигенцией было много евреев, но это не значит, что русско-февральскую революцию можно назвать еврейской революцией. Какой угодно революции. Недавно вышла новая история России, «Шин Макмикен», «A New History of Russian Revolution». И «Шин Макмикен», там «A New History of Russian Revolution» возвращается к старой теме. По нему так. Это революция, масонская революция, хотя это уже давно известная теория, но это не была еврейская революция. И эта революция евреям дала многое. Евреи действительно высоко оценили февральскую революцию. Эти замечательные дни позже в эмиграции писал Моша Винавер, знаменитый еврейский политик из кадетов, конституционных демократов. 20 марта 1917 года, первое временное правительство, первое временное правительство князя Львова отменило все антиеврейские постановления бывших царских властей. Все эти 140-150 указаний, положений, наказов, законов были отменены. Евреи могли считать, что эта революция действительно им что-то дала. Оказалось, что революция пришла в стране, которая находится в довольно плачевном финансовом состоянии. Это неудивительно. Шла долгая война. И поэтому временное правительство призвало своих граждан подписаться на заем свободы. То есть покупайте заем, давайте деньги в какой-то мере в долг правительству. И что интересно, что пишет Солженицын, что странно, как мало русские ответили на заем свободы, а как много евреев ответили на заем свободы. Вот я посмотрел только, что о заеме свободы пишет пресса. То мы узнаем, что даже там, где исторически евреев-то было очень мало, скажем, в Воронеже, евреи подписываются на заем свободы. То есть они действительно желали добра новой, демократической, для них свободной России. Следующий момент. Евреи теперь могли стать офицерами. Они поступали в юнкерское училище. И тут Солженицын тоже пишет о том, как много евреев поступало в юнкерское училище. То есть они хотели, желали победы своей родины, России в войне. Но что Солженицын отмечает, что для русского человека еврейский офицер было довольно редкий случай. И не всем это нравилось. Рассвет пережили все еврейские политические партии. Все политические партии и все евреи в политических партиях пережили рассвет. Рассвет после февральской революции. Но я хочу отметить, друзья, один важный момент, чтобы вы послушали это. Даже бунт был невероятно активен после февральской революции. Но по вопросу об отношении к будущему России часто мнения евреев и мнения так называемых национальных окраин разделялись даже у бунта. Бунт считал, что Россия должна остаться единой и неделимой. То есть евреи жили в многих частях России, экономически Россия один организм. И даже для Финляндии, это очень странно по Бунту, это свидетельство о какой-то их ограниченности, даже для Финляндии Бунт считал достаточно культурной автономии. Для так называемых национальных окраин культурной автономии давно было недостаточно. Финны не мечтали о культурной автономии, они мечтали о независимости. В очень большой мере о независимости мечтали украинцы. В 1917 году начнут постепенно думать даже латыши. Тут даже бунт отстал не на русских народах. Это было очень актуально. Еврейских партий, бунта особенно и других, что евреи получат в демократической России. И здесь первое, что попадалось, это культурную автономию. Евреи должны иметь культурную автономию. Об этом были согласны все. То есть где бы вы ни жили, в Двинске или, скажем, где-нибудь в глубинке России, вы должны иметь культурную автономию. Но тут вопрос, конечно, разделился, идущий или еврей. И вы должны иметь культурную автономию. Но для части евреев этого было как бы недостаточно. Они говорили о так называемой национально-личной автономии, то есть своего рода политической автономии, когда евреи будут иметь право избрать свой парламент, то есть парламент евреев России, и создать свое определенное еврейское правительство в Россию. У поляков есть такое выражение панство в панстве, то есть государство в государстве. Не все евреи об этом настаивали. Об этом я в своей лекции сегодня не успею поговорить, но об этом будет дискуссия даже в независимой Латвии. Нужно ли евреям свой такой называемый парламент и свое правительство? Это будет дано в Эстонии законам от 1921 года. Но что интересно, вот если вы будете иметь панство в панстве, то есть если у вас будут свои институции, свой псевдопарламент, такой мини-парламент, свое правительство, кто будет финансировать эту экстру? То есть это ваше внутри такое государство в государстве. И тут Бунт отвечал очень интересно. Государство, то есть государство само должно финансировать такую автономию своих меньшинств и богатые евреи. Для Бунта это был совершенно ясный ответ. И богатые евреи должны финансировать эту автономию. 17-й год важен событиями в жизни евреевцев, активностью сионизма, особенно в Латгалии, в Далго, Песе, в Трейли, в Резакне. И 17-й год знаменит тем, что впервые начинается организация «Агудат Израэль как партии». «Агудат Израэль как партии». Как партия «Агудат Израэль», то есть партия, объединяющая ортогрессальных евреев, была создана в Катобице в 1912 году. Но в 1917 году помаленько она начинает свою активность на территории Латвии. Конечно, Мордахай Дубин не единственный, но я думаю, что достаточно, если мы запомним имена Дубина. Теперь очень важный такой интересный вопрос. Латгальцы и евреи в 1917 году. Латгальцы и евреи в 1917 году. В 1917 году было два латгальских съезда. И первый съезд был 9-10 мая 1917 года. И тут мы не должны идеализировать историю, абсолютно наивно делать из истории то, что мы хотим видеть из истории сегодня. Латгальцы хотели объединиться с Латвией, с Витцеме, с Балтией. А латгальцы были в составе Витебской губернии. Они хотели присоединиться, абсолютное большинство латгальцев, к Витцеме. Евреи к этому отнеслись очень прохладно. Мягко выражаясь, очень прохладно. Евреев Латгалии беспокоило, что если Латгалья объединится с Витцеме, они потеряют свой экономический интерес, более широкий Витебской губернии, или лингвистически, а большинство евреев Латгалии говорило по-русски, или по-илежи, латвский, они потеряют лингвистическим. Поэтому евреи Латгалии, не все, но часть объединилась в альтернативном съезде. Не забудем этого, что 15 июля 1917 года в Резекне произошел такой мини-альтернативный съезд местных русских и местных евреев. Евреев представлял доктор Грудинский, очень знаменитый в Резекне доктор, очень высоко уважаемый в Резекне доктор. И этот съезд, этот съезд, условно я его называю съездом 15 июля, высказался против объединения Латгалии с остальной Латвией. Следующий вопрос, который в 1917 году интересен. В 1917 году евреи впервые за последние 20 лет появились в Резской думе. Согласно закону, реакционному, без малейшего сомнения, о выборах в Думу от 892 года, согласно царско-российскому закону о выборах в Думу, евреи не могли иметь право быть избранными в Думу, и евреи не могли быть избирателями. То есть они не имели ни активного, ни пассивного избирательного права. Если мы возьмем, посмотрим, скажем, закон от 892 года в Риге, то мы не найдем еврейских избирателей. Это, конечно, было свидетельство государственного антисемитизма царской России. В 1917 году, после февральской революции, выборы в Рижскую думу еще не произошли. Не успели еще произойти выборы в Рижскую думу. Поэтому Рижскую думу создали по договоренности. Партии встретились, говорили, спорили. И 4 апреля 1917 года была создана новая Рижская дума. То есть Рижская дума, которой было 88 членов и уже 8 евреев. 4 апреля 1917 года в Рижской думе появляются евреи. Появляются евреи и появляется еврейская проблема. Одна проблема, я хочу сказать, что были другие специальные еврейские вопросы. Это о воскресном отдыхе. О воскресном отдыхе. Дума начинает решать вопрос о том, а это демократическая дума, февральская революция, что воскресенье – это выходной день. В воскресенье все магазины, все учреждения должны быть закрыты. Особенно социал-демократы Латвии выступают за то, что рабочие имеют право в воскресенье отдыхать. Евреи засчитают в Рижской думе, не только в думе, что они будут иметь два выходных дня. То есть они потерпеют экономически. Суббота, потому что это религиозно, по еврейскому календарю, а воскресенье теперь – воскресный отдых, по христианскому календарю. Они не смогут торговать по своему календарю, они не смогут торговать по другому календарю. Я хочу, чтобы этот вопрос, друзья, сразу привлечь внимание, что этот вопрос рассматривался в 2019 году, этот вопрос рассматривался в 2020 году. И каждый раз Рижская дума принимала решение, что воскресенье – это отдых. Иногда евреи бойкотировали дома, уходили из Думы, если не соглашались, выступали против социал-демократов. Они считали, что это антисемитское решение. Ну, было ли это антисемитское, можно об этом спорить. Но, конечно, ничего ужасного бы не произошло, если бы евреи могли торговать и в воскресенье. Никакого катастрофа экономика бы не пережила. И что очень интересно, я прошу вас запомнить, это маленькая деталь. Скажем, в 2020 году дума в Елгаве, в то время Елгава еще называлась, она до Митова, приняла решение, что в воскресенье евреи могут торговать. Что евреи могут торговать в воскресенье. И абсолютно ничего в Митове не произошло. В Риге же держались за такой принцип, что это будет воскресный отдых. В начале сентября 1917 года Ригу тоже оккупировали немцы. Отношение евреев к этому было разное. Уже появилась, может быть, даже часть, которые встречали немцев достаточно положительно. Уже было разочарование, может быть, даже у некоторых в России. Я не хочу это преувеличивать. Но то, что часть, может быть, даже считала, что оккупация немцами принесет некоторый порядок, а август 1917 года в Риге произошел в результате многих стычек. Было много стычек между частями армии. Так что еще раз запомним, что часть, может быть, евреев и встретила немцев достаточно доброжелательно. Теперь еще раз хочу вернуться к Солженистину 200 лет вместе. Он пишет, чем ближе приближался Октябрьский переворот, более нервными становились евреи. То есть Солженистин категорически отрицает, и благоспасибо ему за это, идею у евреев-большевиков, о том, что евреи были в большинстве большевиками. В Латвии, на территории Латвии, евреев-большевиков можно считать на пальцах одной руке. Упомяну двух их. В принципе, может быть, и достаточно приличные люди. Первым был Семен Нахимсон. Семен Нахимсон был из Лепаев. В период первой революции, 1905 года, это один выдающийся революционер. Смелый, талантливый, молодой. В то время еще бунт-бундист. В эмиграции, а он получил право доктора философии в швейцарском университете, Нахимсон перешел на сторону большевиков. Он был очень талантливый пропагандист. И в 1917 году, после февральской революции, произошел довольно такой странный случай. По-моему, мне кажется, это довольно странный случай, потому что, когда латышские стрелки, уже становящиеся частично красными, решили, что им нужен комиссар, то в июле 1917 года социал-демократия Латвии решила, что комиссаром латышских стрелков должен стать семья Нахимсон. Почему я говорю это довольно странно? Потому что, хотя латышские социал-демократы не были антисемитами, но все-таки латышскую часть комиссаром именно евреев, несмотря на то, что у дышей, у самих было большевиков предостаточно, это я не могу сказать, что это очень частный случай. И, конечно, Нахимсон сделал очень многое, чтобы способствовать углублению большевизма в латышских стрелках, но он не ответственен за разгром царской армии под Ригой. Карлес Гопперс, в будущем очень солидный латышский стрелок, не коммунист, никакой вид. Он писал в своих воспоминаниях, «Жид» он употребляет такое выражение, «Жид» Нахимсон развалил Рижский фронт. Это огромное преувеличение. «Жид» Нахимсон никогда не был на Рижском фронте. Рижский фронт развалился благодаря неспособности царской армии. Так называемый «Жид» Нахимсон прибыл в Латвию в сентябре 1917 года, когда уже Рига была взята немцами. И, конечно, когда он прибыл, он стал одним из очень видных лидеров латышских стрелков. Он, скажем, выступал очень активно, это благодаря ему было принято решение сделать корпус латышских стрелков. Он никогда не будет осуществлен, но Нахимсон защищал идею, что латышские стрелки должны быть повышены на уровне корпуса, что значит, конечно, генеральские должности командирования. Нахимсон погибнет в будущем в Российской гражданской войне. Второй большевик, а я говорю вот, только второй многих я не могу назвать, это Симеон Димонштейн. Симеон Димонштейн не был родом из Латвии, он был из Себежа. И, кстати, его биография несколько странной. Он хотел стать раввином, но потом он разочаровался в религии и, в конце концов, стал большевиком. Не знаю, как часто это бывает у раввинов. Но Нахимсон выучил латышский язык. Он очень хорошо знал латышский язык. Он был крупный тоже пропагандист. Он работал в газете «Окопная правда». И для нас Нахимсон более-менее знаком тем, что он будет руководить еврейской жизнью у Сталина в комиссариате народности в Советской России. И, конечно, он будет знаменит с печально известной Еф-секцией. Нахимсон Димонштейн погибнет в период сталинского террора. Теперь, если мы посмотрим, а кто на другой стороне? Увы, временное правительство мало кто желал защищать. Когда произошел Октябрьский переворот, как мы знаем, на стороне временного правительства были только небольшие части юнкеров, этих молодых, идеальных людей. Я хочу, чтобы вы помнили одного еврея, хотя его история не столько связана с Октябрьским переворотом, сколько в будущем с газетой сегодня. Но это был Яков Брамс, еврей из Лепаи, 19-летний парень, в 1917 году, который на стороне временного правительства защищал Зимний дворец в 1917 году. Яков Брамс. Я к нему еще вернусь. Его имя связано с замечательной газетой, одной из лучших, которую мы имели в 20-30-е годы, газетой сегодня. Когда было создано правительство Ленина, в нее вошел один еврей. Это был Итихштейнберг. Он стал комиссаром юстиции. Сначала комиссаром юстиции был Стучка, наш латышский парень. И, конечно, Стучка больше отвечал режиму террора, который он сам создавал. Но потом в правительство вошли левые сэры, и в правительство вошел 29-летний Итихштейнберг. Он родился в 1888 году в состоятельной семье в Далгопилсе. Штейнберг для нас более известен тем, что он старался ограничить роль ЧК. Он действительно старался ограничить роль Держинского. Благодаря ему из застенков был выпущен князь Львов, председатель первовременного правительства. Таково было высокое представление Штейнберга, хотя он и шел из партии, которая тоже была террористической, что он выпустил даже Пуришкевича, монархиста, который более знаменит тем, что в своем участии в убийстве Распутина. Штейнберг в будущем эмигрирует из России. Когда власти придет Гитлер, он будет в Англии, он будет помогать беженцам из Германии. Он умрет в Соединенных Штатах в 50-е годы. В целом, очень солидная личность. О нем Горький ссылается в своих дневниках, когда пишет бессилен. Штейнберг не хотел быть бессилен. Он старался бороться с Тучкой и с Держинским сколько мог, но решение левых эсеров войти в правительство с большевиками, конечно, это решение абсолютно наивное. Немецкая оккупация, 1918 год, немецкая оккупация. В 1918 году, в феврале, немцы оккупировали всю территорию Латвии. Никаких ограничений евреи при немцах не испытывали. Это была кайзеревская Германия. Это не была гитлеровская Германия. Это была кайзеревская Германия. И кайзеревская Германия, хотя в ней были антисемиты, и, конечно, в целом относилась к евреям достаточно хорошо. В Даугопилсе еврей Яков Мовшенсон даже фактически при немцах был городской голова. Может быть, это так не называлось официально, но он руководил городом Даугопилсом. В Зилупе, Розеново, Равин Арон Паул был назначен местной головой. Еврейские школы работали, но не на идущи. Идущи немцы не признавали. То есть, если это были еврейские школы на немецком языке, они работали. Никаких экономических притеснений специально евреи не пережили. Хотя это был период тяжелый для Латвии. Немецкая оккупация ни в коей мере не должна быть идеализирована. Даже оккупация Первой мировой войны ничего хорошего нанесла. Она нанесла не русифика, не германизацию. Но, тем не менее, те, кто были экономически более жизнеспособны, они выжили и в немецкий период. Позже, в период Латвии, говорилось, что евреи нажили в период немецкой оккупации. Это преувеличение. Но те, кто были такими изворотливыми, они, конечно, в период немцев никакой ограничения не испытывали. Ну, скажем, в Риге есть такой дом Тетера. Сегодня мы этот дом знаем. Это дом, где находилась Чика. Но дом Тетера – это было латвийского купца, который этот дом потерял в период немецкой оккупации и его купил еврей. Конечно, никто не мог знать, что в этом доме через 20 лет будет Чика. Но, конечно, многие тогда говорили, ну, вот посмотрите, что евреи делают, они скупают латвийское имущество. То есть, если вы были пронырливым, то вы могли и при немцах выжить, и это относилось и к евреям. Но еще один такой момент. 3 марта 1918 года был подписан Брест-Литовский мир, очень тяжелый для советской России мир, и германская оккупация простиралась теперь от Эстонии до Крыма, и был один момент, когда немецкие войска были даже в Грузии. В этот период в Латвию начинают приезжать, мы не знаем, как много, но часть евреев, которые находились в глубинках Белоруссии, в глубинках Украины, некоторые из них в будущем будут очень выдающиеся, талантливые люди. Скажем, 4 октября 1918 года, незадолго до конца немецкой оккупации, в Латвию приехал Беньямин Зив. Зив в будущем будет один из самых талантливых латвийских экономистов. Я недавно о нем говорил, выступая в Латвийском банке, на презентации книги «История Латвийского банка». В своем мире он сыграл роль даже в создании Лата в начале 20-х годов. Зив приехал из Украины. Такая эмиграция, может быть, очень и способствует развитию страны. Следующий момент. После Брест-Литовского мира беженцы могли вернуться в Латвию. То есть, если вы были в России, а теперь Латвия была в немецкой оккупации, тем не менее, вы могли возвращаться домой. Мы не знаем, сколько примерно евреев вернулось в 1918 году из России в немецкую оккупацию в Латвии. Но они, безусловно, были. Но что может быть более интересно и более странно, что вы могли также эмигрировать в советскую Россию. Это кажется совершенно странным. Ничего странного нет, что вы из советской России, из режима террора и голода хотели вернуться в Латвию, пусть даже в немецкую оккупацию. Но были люди, которые хотели из немецкой оккупации уехать в советскую Россию, в эту страну пролетариата. Сколько их было, средних евреев? Я не знаю. Цифры вообще очень маленькие насчет этой странной выездки в советскую Россию. Но, конечно, эти видны были и евреи. В Германии, в свою очередь, был создан Палестинский комитет. Это тоже очень интересный момент. В Казельской Германии был создан общественная организация Палестинский комитет. То есть, организация, которая выступала за идею о том, что евреи должны иметь свое государство в Палестине. Но свое государство, не зависящее от британцев, а от Казера или от турецкого султана. В Палестинском комитете был очень выдающийся латвический экономист, профессор Карл Балодис. Это довольно редкий случай, когда в латвической экономической и общественной мысли существует человек, который в течение многих лет уделял внимание Палестине. Это не так редко следил латышей. И Балодис считал, что мне больше всего нравится, что несмотря на то, что Палестина находится в полупустынной территории, Балодис защищал идею, что в Палестине возможно высокоразвитое сельское хозяйство. При системе орошения Палестина может стать очень высокоразвитой экономической, в том числе с хозяйственной территорией. Имя Карл Балодиса как Палестинафила. Может быть, это будет назвать его сионистом, но он был Палестинафил. Это имя я прошу вас запомнить. Еще один вопрос такой можно задать. Существовала ли еврейская община в Латвии в период немецкой оккупации? Вспомним, друзья, что в царской России в царской России еврейская община не была юридическим лицом. В царской России были кахалы, кахалы были ликвидированы Николаем Первым, и в царской России юридическим лицом была синагога. То есть, когда мы говорим о еврейской общине в царской России, скажем, еврейская община в 1910 год, то вот этим мы должны понимать еврейских жителей Риги. Юридически еврейской общины в Риге при царе не было. После 1917 года, в период февральской революции, началось движение в пользу того, что надо создать еврейскую общину как юридическое лицо, избрать руководство, создать руководящие органы. И я недавно в архиве посмотрел, мне Илья Ленский указал на очень интересный документ. Это на то, что евреи Риги начинают выдвигать своих представителей в еврейскую общину. И это начинается 4 ноября 1918 года. Никто, конечно, не знает, что до перемирия осталось 7 дней, что война кончится поражением Германии, но это продолжается. И, скажем, я смотрел, что учителя еврея Риги выдвигает своим представителям в рисскую еврейскую общину Павла Минца. Вот знаменитого Павла Минца, который уже вернулся из Тербета, где он был частым приват-доцентом. Но при немцах создать юридически общину не удалось, не успели. Поэтому первые выборы общины, рисской еврейской общины, это только мае 1920 года. В 1920 году, в мае 1920 года, рисская еврейская община полностью избирает своих лидеров. Я вас позвольте мне вам напомнить, что 19 лет лидером бессменно с 1921 года рисскую еврейскую общину будет руководить Мордахай Дубин. Теперь о евреях в период провозглашения латвийской независимости. Латвийскую независимость провозгласил Аутоспаду, предпарламент. То есть это не был избран народом, он образовался в результате договоренности между партиями. И первая партия, которая участвует в предпарламенте уже с декабря, начало декабря 1918 года, это бунт. Это очень важно. Сегодня бунт, по-моему, практически, я не знаю, может быть, он где-то и существует, но никакое огромное влияние не имеет. Израиль создан сионистами, а не бунт. Бунт был антисионистическим. Но бунтовцы участвуют уже с 3 декабря 1918 года в заседаниях Народного совета. И что же бунтовцы и так называемая еврейская социалистическая партия, то есть левые евреи, что они хотят? В первую очередь, они хотят автономию. Иногда даже Министерство национальных дел для евреев. Конечно, для бунтовцев автономия только светская. И речи быть не может, чтобы бунтовцы допускали, чтобы еврейская автономия в Латвии была религиозной, и ей руководил Дубин. А для Дубина, конечно, никакой интереса нет. Для автономии, если ей руководил бы бунт. Но интересный вопрос, который возникает уже в декабре 1918 года, это вопрос о языках. Какие языки можно употреблять, скажем, в Рижской думе? Какие языки можно употреблять в Народном совете? Какие языки можно употреблять в суде? И тут, по-моему, бунт требует слишком многое. Бунт требует права ядыша даже в судах. Представьте, друзья мои, латвийский суд, прокурор, адвокат, следователь должен знать ядыш. Ну, это слишком. Но что интересно, когда латыши указывают бунтовцев, что у вас же есть и другой язык, иврит, бунтовцы очень строго указывают, только не иврит, ради бога, только не иврит. То есть вопрос о языках уже проявляется среди латвийских евреев в этот период. Рижская дума. Создается Рижская дума. Создается вновь Рижская дума под тем же руководством Густава Зенгала, который был уже в 1917 году. И в Рижской думе Рижская дума тоже создается в результате договоренности. Но в Рижской думе уже появляются некоторые евреи, не только как гласные, но некоторые евреи как руководители очень важных отделений Рижского города. И здесь я хочу назвать доктора Исаака Йоффе. Доктор Исаака Йоффе руководит санитарным отделением города Риги. А в Лепое, что тоже никогда не забудьте, Лепое и Красное не взяли. В 1919 году Красное не дошли до Лепое. В Лепое дума избирается. Это единственное место в Латвии, в которое не пришла Красная Латвия со всем террором, в которой дума избирается. Евреи совершенно равноправно участвуют в избирателе Думы. И из евреев побеждает еврейский национальный блок, которым руководит брат Мордахая Нурока. Помните, я вам рассказывал несколько минут тому назад о Мордахай Нуроке, о представителе Мизрахи. Мизрахи как партия в Латвии еще не создана. Сам Мордахай еще в России, а его брат Арон Нурок, запомните это, Арон и Мордахай, они будут два брата, которые будут руководить Мизрахи в 20-е годы, Арон Нурок становится гласным Риги. В 1924 году я нашел в одной статье доктора Бенни Миннезива очень интересный момент. Он пишет, что еврея, правительство Ульманиса, имело проблемы с финансовыми. Конечно, она имела проблемы с финансами. Откуда же ей взять деньги? И он пишет, что евреи оказали экономическую помощь Ульманису, предоставляя ему деньги. Надо сказать, что я нигде не нашел больше подтверждений тому, что евреи дали деньги Ульманису уже в 1918 году, но, с другой стороны, Зив был хорошо информированный, хотя зачем же Зиву было воврать? Может быть, действительно, некоторые евреи дали уже помощь Ульманису. Армия. Армия была слабым местом Латвии, независимой Латвии в 1918 году. Мобилизовывать армию Ульманис боялся, что армия будет нелояльной, придут красные. Многие ждали стучку. Поэтому армия была добровольная. И она состояла из трех этнических частей. Она называлась Балтийский ландесфер. Она состояла из немецких частей. Они были в большинстве. Но здесь я хочу напомнить вам, друзья, что евреи служили в ландесфере в немецких частях. В целом я нашел самую высокую цифру – 147 евреев, которые, может быть, 147 евреев служили в немецких частях ландесфера. Конечно, это были кульянские евреи. В основном это были рижские и кульянские евреи. Ландесфер не был российской организацией, немецкой. То есть, если вы говорили по-немецки, вы могли записаться. Гораздо меньше евреев, каких 10, я насчитал в русских частях. То есть, те части, которые командовал Дидеров, будущим полковник, и ферст-князь Анатолий Ливен. Там тоже были евреи, но русскоязычные евреи. И, конечно, маленькое число, но не забудем, были и в латышских частях. Скажем, Леополд Шалид служил у Калпакса. Уже с первого момента он служил у Калпакса. Это, конечно, свидетельство о том, что он знал латышский язык. Теперь такой вопрос. Советская власть и евреи. Советская власть и евреи. Но надо сказать, что в целом, и слава Богу, евреи ничем не упали, запорочили себя в период советской власти. Вот сейчас молодой исследователь Ян Ишилинич посчитал всех еврейских коммунистов. Всех до последнего. Оказалось, чуть-чуть больше. У Бориса Балковича было 15, у Шалиденча 36 евреев-коммунистов он насчитал. Но учтем, что в 2019 году в Латвии было примерно 80 тысяч евреев. То есть, если из 80 тысяч евреев 36 были коммунисты, то я хочу задать еще один вопрос. А сколько было вообще латышских коммунистов в 2019 году? Оказалось, что в 2019 году начался наплыв в коммунистическую партию. Это всегда так бывает. 8 тысяч коммунистов было в 2019 году. Из 8036 евреев это будет 0,4%. То есть, евреи ни в какой мере не запятнали себя содействием с коммунистами. Евреев-чекистов вообще не было. Но формально чекистов в Латвии не было в 2019 году. Были политические отделы, но таких евреев, которые служили в политических отделах, я не нашел ни одного. Даже Димонштейна, того, которого, помните, мы говорили о нем, который был в Компартии Латвии в социал-демократии в 2017 году, направили на работу в Литву. Там он был нужен. Латвию не был нужен. Латвии коммунисты сделали все, что могли. Позже Бениамин Зив писал, что антисемитизм в Латвии начался с тучки. Что до этого антисемитизма в Латвии не было, антисемитизм начался с тучки. Что он имел в виду? Осмелюсь привлечь ваше внимание. Но первое. Он писал, что евреи жаловались чуть не Ленину. Кстати, Зив пишет, что Ленин прислал ревизора к стучке проверять. Но, может быть, это напоминает больше Гоголя ревизора. Может быть, Ленин ревизора и не присылал. Но Зив пишет, что не было ни одного еврея, который бы был на какой-либо должности в советской власти. Действительно, это правда. Об этом писала и Петроградская правда в Петрограде, что евреи абсолютно уделены от политической власти. Но, слава богу, они туда и не стремились в 19-м году. Второе, что евреям не очень нравится, что в Латвии очень сильно стучка уделяет внимание латвийскому языку. Это было действительно так. Очевидно, тут стучку на стучку несколько надавила даже Москва. И 8 марта 19-го года был принят новый закон о языке, который позволял употреблять языки всех, которые жили на территории Латвии. Третье, Зив указывает, национализации коснулись только евреев. Это неправда. Присточки национализации коснулись абсолютно всех. То, что евреи, будучи в целом буржуазные или мелкобуржуазные группы, потерпели больше от национализации, это факт. Национализации коснулись всех. Террор. Зив пишет, что террор по отношению к евреям был свыше нормы. Это не совсем так. Правда, в Даугопилсе произошло самое кровавое преступление в период стучки. В 19-м году 98 человек было расстреляно. В том числе Мофрансон, который при немцах был глава. Но в целом я в архиве нашел список расстрелянных, которые составили немцы, в которых, когда они захватили Ригу в 19-м году, евреи не представляют самую главную группу расстрелянных. Самая главная группа расстрелянных, против которых стучка выступал с ужасной ненавистью, это немцы. Это местная немецкая аристократия. Против немцев стучка выступал с фанатической ненавистью. Против них был в своем роде геноцид. Ну и потом самое смешное. Зев пишет, что еврейская пресса издавалась на очень плохой бумаге в 19-м году. Я пошел в Миссини библиотеку и сравнил все прессы. Вся пресса при стучке издается на очень плохой бумаге. Это было немыслимо, чтобы одна газета издавалась на хорошей еврейской, а по другой. Но в целом, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, это очень положительно. Никогда никто не обвинял евреев в сотрудничестве с стучкой. Я нашел, просто иская с пинцетами несколько обвинений в прессе, но в целом такого обвинения в жидокоммунизме, как это было в Польше, вот здесь не было. 22 мая 1919 года немецкие ландесвер и русские части освободили Ригу от стучки. Очевидно, примерно 85 ландесверовцев, евреев, участвовали в освобождении Риги от стучки. Они воевали в частях немцев. Очевидно, у Дидорова и у Ливана тоже была часть евреев, хотя гораздо меньше. Когда Рига была взята и большевики были изгнаны из Риги, немецкие власти, которые на время пришли в Ригу опять, они стали исследовать, кто осуществовал Красный террор. И надо сказать, что они пришли к выводу, что евреи ни в малейшей мере не ответственны за Красный террор. Но после Красного террора начался Белый террор. Примерно тысяча человек было убито в Риге ландесверовцами после того, когда они очистили Ригу от Красного террора. Исследователь профессор Дребен однажды писал, что, возможно, даже некоторые левые евреи потеряли жизнь в этом Белом терроре. Правда, ни одной такой фамилии, которая бы потеряла жизнь в результате Белого террора, мы не знаем. Но очень интересный такой момент. Когда немцы взяли Ригу, они не хотели этим только ограничиться. Они хотели Витцеме, может быть, дальше даже Эстонию. Но в северной Латвии уже находилась эстонская армия. И в составе эстонской армии находилась земель Латвии с армией. Латвийская северная армия в составе эстонской армии. Поэтому в июне 19-го года, когда произошли знаменитые цесерские бои, может быть, был даже такой случай. Такой вывод сделал профессор Эрикс Якобсон, когда евреи воевали на двух сторонах. Часть евреев, мы знаем об этом, были в немецких войсках, у немецкого Ландесвера. Часть евреев, и об этом абсолютно известно, уже были в северной армии Латвии. Скажем, евреи Руен, евреи Валмер, евреи Цельсис. И они писали в будущем в альманахе освободителей Латвии, такой был журнал в латвийском языке у евреев, участников военной независимости, что отношение к ним в северной армии было очень хорошее. То есть, может быть, даже был случай, когда еврей в составе Ландесвера воевал с евреем в составе северной Латвии латвийской армии. 9 июля, 10 июля 19-го года была создана Латвийская армия. Латвийская армия существует только 10 июля 19-го года. Началась мобилизация, и тут уже часть евреев были мобилизированы, часть евреев пошли даже добровольцами. В прессе можно найти идею, что евреи должны создать свой ударный батальон в составе Латвийской армии. Но надо сказать, что от идеи от ударного батальона ничего не вышло. В июле 19-го года было создано новое правительство Ульманиса, второе правительство Ульманиса. И тут интересный момент. Мы можем найти в латвийской прессе утверждение, что евреи хотели пост министра финансов. Но это, кстати, очень популярное представление, что если евреи что-то хотят, то они хотят пост министра финансов. Самые же евреи говорили, что они не хотят пост министра финансов. Именно потому, что если что-то произойдет с финансами, их обвинят, что в этом виноваты евреи, потому что они хотели пост министра финансов. Евреи получили пост государственного контролера. Сегодня государственный контролер – абсолютно независимая институция, это не член правительства. В то время государственный контролер был член правительства, и член государственным контролером стал Пал Минц. Еще раз напомню, это очень солидное крупное имя в истории латвийского еврейства. После того, как Рига была освобождена от красных, после этих жутких месяцев, после этого жуткого террора, жизнь евреев в Риге начинает быть очень активной. Если мы смотрим прессу, мы видим, что каждый день какое-то событие, каждый день какое-то мероприятие, оживляется спортивная жизнь. И тут я хотел бы напомнить Макаби. Макаби – евреи молод, создали спортивную организацию уже в 1918 году при немцах. Теперь Макаби начинает жизнь, свою активную жизнь при независимой Латвии. И не забудем, друзья, напомнить, что в период 20-30-х годов у евреев будет очень много различных спортивных организаций, и будут даже свои еврейские звезды. Сейчас мы живем в период футбольного чемпионата, хотя он проходит, увы, осенью и в Катаре. Но в то время были такие, скажем, еврейские звезды, как Илья Вестерманис и Николай Левитанус. Их знали каждый в Латвии. Это были прекрасные еврейские футболисты. Как было с антисемитизмом? Какие-то антисемитистские акции были. 18 июля в Ял-Ялгаве латвийские солдаты изнасиловали двух еврейских женщин. Очень неприятный факт. Крайне неприятный, оскорбительный факт. И газета «Рижское слово», она принадлежала евреям, она объявила это погромом. Ну, это, может быть, огромной натяжкой можно назвать погромом, потому что никто не погиб. Рижское слово было закрыто. Она была закрыта, потому что в целом она не была очень удовольствована латвийскому правительству. Но в результате вот этого инцидента в Ял-Ялгаве и в результате закрытия «Рижского слова» 14 сентября 2019 года в Риге начинает выходить газета «Сегодня». Мне не хватает слов, чтобы воздать памятник должной о газете «Сегодня». Если вас интересует газета «Сегодня», не забудьте, что в Стэнфорде, в одном из замечательных университетов мира, в 90-е годы был издан сборник памяти газеты «Сегодня», которые составили Борис Равдин, «Нас Рижанин» и Лазар Флейшман. «Сегодня» была замечательной газетой. Одной из лучших русскоязычных газет всего русского зарубежья. Очень лояльная Латвия, очень антибольшевистская газета. «Сегодня» каждый может читать «Сегодня» в Латвии с Национального библиотека периодика. Как читайте сегодня. «Сегодня» достойно. «Сегодня» издавал Яков Брамс. Помните, я вам говорил о Брамсе. 19-летним пареньком он защищал Зимний дворец от большевиков. Теперь Брамс вернулся в Латвию. Хотя ему было всего-то… Он родился в 1898 году, 21 год. Он стал издателем сегодня на 20 лет. И второй издателем был доктор Борис Поляк. Доктор Борис Поляк был практицирующим врачом. Но он больше занимался газетой, хозяйственным делом. Хотя он пишет его псевдоним «Поляков». А у Брамса этот Эдуард Браманов. Так что сегодня стала одним из лучших. Ульмани с будущим, скажем, до сегодня. Наш замечательный экспортный проект, продукт. Ну, еще два слова, еще пару минут задержу ваше внимание. Закон о гражданстве. В августе 19-го года был принят закон о гражданстве. То есть вы должны были приписаны, быть приписанными к территории Латвии на 1 августа 2014 года. Не все евреи такими были. Но да, друзья мои, не запомни, не забудьте самое главное. Закон о гражданстве менялся. И последний раз его изменили в 1927 году. И практически все евреи, кто жили на территории Латвии, даже если на 1 августа не были приписаны, стали гражданами Латвии. Число граждан среди евреев Латвии превышало 95%. Языковый вопрос. Очень интересный один такой маленький момент. Инцидент 18 августа 1919 года. Место событий Рига Дзирна-74. В Риге Дзирна-74 происходит митинг Бунда. И это был период военного положения. Прибывает латвийский полицейский и слышит, что говорят на идише. Он обращается к руководителю митинга и вежливо говорит, не могли бы ли вы перейти на русский. Я понимаю русский. А Бунда ведь отвечает, нет, мы будем говорить по идише. И полицейский решает митинг закрыть. Это вызывает премия в предпарламенте, в Народном Совете, что быть с языками. Как же быть с языками? То есть полицейские должны идише знать? А должны ли полицейские в Латвии знать идише? Появляется интерпелляция в парламенте. И руководитель латвийской полиции отвечает, что в будущем мы будем стараться посылать полицейских, которые знают идише. Может быть, это чрезмерное требование идишестов, чтобы полицейский знал также идише. Достаточно было в Латвии в то время знать русский и немецкий. Если вы знали русский и немецкий, вы могли говорить в парламенте, вы могли говорить в суде, вы могли участвовать в любой жизни, никто вам не запрещал об этом. Требование идише – это слишком. Ну и последнее, что я хочу сказать, еще вам, друзья мои, я уже достаточно много говорил, не все вопросы я могу осветить. Евреи в Латвийской высшей школе. В сентябре 2019 года была создана Латвийская высшая школа. Но мы называем ее университетом, но университетом она стала в 1922 году. В сентябре 2019 года была Латвийская высшая школа. И евреи пошли в эту высшую школу совершенно дружественно. И тут уже к концу 2019 года руководитель высшей школы, особенно Паус Лейдж, в будущем при советах он будет первый президент Академии наук Советской Латвии, он констатировал, что евреев очень много. Что с евреями делать? Почему их так много? Ну что делать? Венгрия в 1920 году, немножко позже, решила ввести номер из клаусус. 6% евреев в Венгрии, 6% в университете. Она была единственной такой страной. Латвия была демократическая страна, и в Латвии евреи были в Народном Совете, и в Латвии никогда не возникал вопрос о введении процентной нормы. Но что-то надо все время делать. Это казалось Лейнфью и другими, их слишком много. И решили ввести два вида экзамена. Устный, а потом письменный, на латышском языке. Но с одной стороны, можно сказать так, но что же плохого в том, что в Латвии, в независимой Латвии, вводится в университете в высшей школе экзамен сначала устный, а потом письменный на латышском языке. Но газета сегодня написала статью «Отрыжка процентной нормы». То есть как бы нет процентной нормы, но с другой стороны, как бы неофициально и как бы есть процентная норма. И, конечно, число евреев, кто не могли сдать латышские экзамены, в начале 20-х годов довольно высокое. Это среди латгальских евреев. Этого, кстати, никогда не будет святикулянских евреев, которые, кстати, больше всего будут поступать на медицинский факультет, и там никогда не будет антисемитических инцидентов. Но внедрение этих экзаменов на латышском языке на устном и на письменном этом языке она в какой-то мере число евреев ограничивала. В целом, я хочу сказать, друзья, вам в заключении, что евреи в целом очень активно участвовали в борьбе с латвийской независимостью. Мой коллега, профессор Эрик Якобсон, сосчитал, что более двух тысяч евреев участвовали в борьбе латвийской независимости. Это почти в два раза больше, чем мы считали. Но Эрик Якобсон опубликовал даже список этих евреев. Они имели свою общину. В 1928 году создали Эбриат Бригота Абед Рима. Они имели свой журнал «Альманах». И читать этот журнал, я бы сказал, очень интересно сегодня. Те евреи пишут, что они рады своему количественному и своему качественному участию в борьбе за латвийскую независимость. На этом я свою лекцию сегодня закончу. Не все я вам сумел сказать. Многое осталось сказано. Может быть, ко мне когда-нибудь меня еще раз пригласят, тогда я продолжу. Большое вам спасибо, дорогие друзья. Я был очень рад, что я смог поговорить с вами. Я смотрю, что здесь подключились и Давид Зилберман из Соединенных Штатов, наверное, и Йосиф Рачко, который лучше меня даже знает, он из Далгопилса, и Рувин, и Виталий. Большое вам спасибо за внимание. Я вам желаю самого доброго во всем вашей жизни и счастливого Нового года. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова